Всем привет! Меня зовут Роман Переборчиков, я руководитель просветительского проекта «Курилка Гутенберга». И это наш подкаст о науке, который мы делаем вместе с Московским Центром Инновационных Технологий Здравоохранения «Метех Москва». Сегодня наш гость Сергей Марков, управляющий директор и начальник управления экспериментальных систем машинного обучения департамента «Сбердевайс». Привет, Сергей! Привет! Расскажи, пожалуйста, про свою должность, потому что не очень понятно, где заканчивается роль управляющего директора и начинается роль начальника управления экспериментальных систем. Это одна должность или это две должности? Ты понимаешь, вообще в крупных корпорациях существует такая сложная организационная машинерия. Позиция у тебя управляющий директор, функциональное место, которое ты занимаешь, руководитель управления. Здесь я почему не люблю эти все официальные представления, потому что они длинные, и заучить их трудно, и суть не всегда хорошо отражает. Это как в науке, ты можешь быть кандидат в науку, доктор в науку и так далее, и можешь быть при этом завкафедрой или декан, или кто-то еще. Суть-то в том, что я специалист в области машинного обучения, я занимаюсь технологиями машинного обучения и искусственного интеллекта в целом со второй половины 90-х годов, ну, собственно говоря, с института, с аспирантуры, и сейчас я руковожу достаточно большим таким исследовательским подразделением, в котором работает около 130 исследователей, специалистов в области современных технологий машинного обучения. Ну, и мы делаем очень много чего разного. Делаем много чего разного, начиная от решения задач, распознавания синтеза речи и так далее, заканчивая обучением гигантских фундаментальных моделей, вроде GPT-3 или Рудали. Вот, сейчас у нас в таком, в активной стадии более 80 исследовательских проектов параллельно, вот, поэтому делаем все разное, скажем так. Ну, и, соответственно, продукты наших исследований, они используются как в умных устройствах Сбера, так и при создании различных облачных сервисов, которые сам Сбер и другие компании экосистемы используют в своих продуктах, продуктах, сервисах и так далее. Вот, поэтому, ну, такая достаточно большая поляна, скажем так. Расскажи, в принципе, понятно, что с голосовыми помощниками все ясно. То есть, обучить, чтобы он компьютер понимал речь человека, что, на самом деле, по-моему, очень сложная задача. И, ну, то есть, с этим направлением все более-менее ясно. А какие еще направления вот именно вот этого машинного обучения применяются на тот, кроме вот именно голосовых помощников? Ну, знаешь, вообще голосовые помощники, они не так просты, как может показаться, вот, потому что под капотом голосового помощника можно найти множество разных моделей, разных нейронных сетей, которые решают самые разные задачи. Ну, вот смотри, ты общаешься, допустим, с виртуальным помощником через, ну, какое-то устройство, там, вроде, не знаю, там, зверпортал, умная колонка с камерой. Ну, вначале, как бы, ты должен как-то активировать это устройство, да, ты должен сказать, там, салют, да, или что-то, какое-то ключевое слово, да. Да, это значит, что у тебя должна быть какая-то быстрая нейросеть, которая, вот, мониторит регулярно звуковой канал, и когда там слышится вот это самое ключевое слово, да, она, грубо говоря, активируется, да. При этом, ну, активировать еще и устройство можно жестом специальным, например, да, жестовой активацией, то есть также устройство мониторит то, что происходит на камере. Причем эти нейросети, они должны быть не просто обладать хорошей точностью, иметь работать в условиях шума, в условиях эха, в условиях самых разных условий, в которых это устройство может оказаться, но, на самом деле, они должны еще это делать очень быстро и экономно, да, потому что сама нейросеть должна работать, очевидно, внутри устройства, такое сравнительно небольшое устройство, ты не впихнешь в него, там, не знаю, мощный тензорный процессор, да, не впихнешь туда видеокарту большую, да, поэтому, ну, там стоит какая-то скромная железочка, НПЮ, да, то есть у тебя должна быть быстрая сеточка, которая все это делает, и это только начало, да, потом ты, там, сказал какую-то фразу помощнику, нужно перевести это все дело в текст. Для этого, ну, задача распознавания речи, она не такая простая, потому что, ну, собственно, на такой человеческий уровень понимания речи, современные модели машинного обучения вышли всего несколько лет назад, а это значит, что этим занимается уже достаточно мощная нейросеть, да, которая работает где-то в облаке, значит, и распознавая речь, тебе важно не только превратить речь в текст, тебе важны еще и, там, всякие экстралингвистические параметры, так называемые, эмоциональная окраска этой речи, интонация этой речи, там, темп этой речи и так далее, все, что, на самом деле, нужно голосовому помощнику для того, чтобы, ну, какую-то хотя бы минимальную эмпатию проявлять в общении с человеком. А потом, после этого, нужно, после того, как ты распознал все эти фичи, что называется, да, тебе нужно еще понять, что теперь делать, да, в связи с тем, что ты сказал. Ты хочешь получить ответ и просто поболтать на произвольную тему, или ты хочешь, там, фильм посмотреть, да, или ты хочешь послушать музыку. То есть отдельная нейросеть, она должна каким-то образом классифицировать вот это твое высказывание, да, высказывание, опять же, нужно классифицировать, там, в каком-то контексте общения, который у вас сейчас идет, да, потому что одно дело, когда ты болтаешь с виртуальным помощником, и он у тебя спросил, там, какой твой любимый фильм, ты сказал, скажем, «Терминатор», это одно, да, а другое, когда ты просто, там, «Терминатор», и хочешь, чтобы тебе фильм «Терминатор», да, включился, да, то есть тебе, на самом деле, достаточно, опять же, мощная модель должна пытаться понять, что же тебе нужно в этот момент времени. А потом тебе нужно сгенерировать ответ, да, значит, после, там, генерации ответа занимается какая-то диалоговая модель, а потом этот сгенерированный ответ нужно синтезировать голосом, да, отдельная нейросеть синтезирует голос, который должен быть реалистичным, и это все, опять же, должно работать быстро, да, потому что мы не готовы ждать, там, минуту, прежде чем синтезируется какая-то реалистичная человеческая речь. Ну, а в процессе, я не знаю, у тебя там есть какие-нибудь еще, там, жестовое управление, тебе надо жесты на камере распознавать, какие-нибудь активити-игры, когда ты, там, не знаю, пляшешь и попадаешь руками влетящие на тебя, там, круги, или что-нибудь в этом духе, да, тебе нужно, значит, позу человека определять по данным видеоканала, вот. Тебе нужно, не знаю, обеспечивать видеосвязь через эту умную колонку, для этого тебе, там, нужно выделить человека на фоне, отрезать фон, подменить фон, там, на что-то другое, да, если мы все хотим выглядеть красивыми видеосвязью, только это нейросеть-бьютификатор, которая, значит, там, текстурку твоей кожи немножечко подкрашивает, чтобы ты, тебе там несколько лет сбавить, и так далее, вот. То есть, на самом деле, вот если разобраться, то современные помощники виртуальные, это, конечно, огромное количество всяких разных нейросетей, которые решают самые разные задачи. И многие из этих технологий, они потом, естественно, оказываются полезны не только для виртуальных помощников, да, потому что очевидно, что там синтез или распознавание речи, например, или распознавание эмоциональной окраски речи, они могут быть полезны уже и в других задачах, не связанных с голосовыми помощниками. Именно поэтому вот многие технологии, которые мы изначально разрабатывали для голосовых помощников, они потом оказывались полезны и в других каких-то направлениях, вот. Ну, конечно, мы сейчас делаем не только те технологии, которые находят применение в виртуальных помощниках, хотя, я бы так сказал, сама концепция виртуального помощника, она сейчас претерпевает такое достаточно серьезное изменение в связи с развитием технологий гиперперсонализации, технологий генерации контента. Мы видим, что машины научились там за последние пять лет и рисовать картины на уровне людей, и сочинять прозу, стихи, петь, ничего только не. И в этом смысле, как бы, сейчас зарождается такая, такой стек технологий, который подразумевает, как бы, создание контента под каждого пользователя, под, там, его вкусы, его пожелания, и, может быть, даже под его, там, текущее, не знаю, настроение, да. Ты бежишь на пробежке, акселерометр и гироскоп, встроенный в твой мобильный телефон, понимает, что ты бежишь, да, нейросеть тебе, значит, генерирует бодрую музыку, значит, которая тебе нравится, исходя из того, что нейросеть знает о твоих предпочтениях, и транслирует её тебе в наушники. Тебе, на самом деле, не нужно ничего делать, как бы, эта озвучка, она происходит, там, автоматически. Вот тебе, там, концепт устройства будущего такого. И вот я думаю, что здесь это такое принципиально важное изменение, потому что в прошлом позволить себе, там, личного художника, поэта, не знаю, министреля, кого угодно, могли только очень богатые люди, вот, ну, а сейчас, по сути, мы подступаем к тому, что технологии позволят каждому человеку иметь такого креативного, значит, компаньона в первый момент. Но я вот буквально два дня назад в новостях слышал историю про то, что на самой большой глобальной, так сказать, электронной выставке изображения сгенерированных искусственным интеллектом начался такой онлайн-митинг, и люди стали выкладывать фотографии, ну, не фотографии, а изображения, в которых тоже, в общем, с критикой вот именно искусственно сгенерированного, там, произведений, потому что они считают, что искусственный интеллект, это он не создаёт, а он перерабатывает, то есть он ориентируется там на то, как рисовал Дали, Моне, Ван Гог и, так скажем, стилистики с узнаваемым почерком, это генерирует, и, ну, то есть для них это не что-то, ну, то есть, поясню то, что обычно ведь оценивают вот именно художественное произведение с точки зрения того, что как человек пришёл вот к тому, чтобы, я не знаю, как жизненный путь его привёл к этой картине, как его искусство изменялось, и всё вот это, так скажем, высокодуховное. Вот, а тут компьютер, называется, нажал на кнопку, и через секунду у тебя уже там твой портрет в стилистике «Звёздных войн», и, ну, то есть все счастливы, так скажем, но не обесценивает ли это, так скажем, реальное творчество? Вот расскажи про то, какое отношение как раз вот эти... И этот искусственный интеллект, чем бы он ни занимался, нет ли у тебя ощущения, что как бы он вот что-то обесценивает, или наоборот, он приближает людей как раз к тому, чтобы у каждого как будто бы вот был вот этот персональный Дали? Ну, ты знаешь, вот я затронул здесь много вопросов и проблем актуальных. Ну, для начала давай так последовательно разберём эти аргументы. Ну, во-первых, насчёт того, что вот перерабатывает там искусственный интеллект что-то, ну, прям как человеческий интеллект, не правда ли? Каждый художник, прежде чем он становится художником, впитывает из окружающего мира множество впечатлений, изучает творчество других художников, да, человек в художественной школе, там, смотрит много-много картин других авторов, приобретает некоторую насмотренность, некоторый художественный вкус, и именно вот эта насмотренность, именно вот эти, там, впечатления, которые он получил в процессе обучения, они потом помогают ему творить. И в этом смысле здесь, на мой взгляд, какого-то кардинального отличия от того, что делают современные модели машинного обучения, в общем-то, и нет. Вот. А современные машины вполне в состоянии изобретать собственные стили. Слава богу, мы живем в эпоху, когда может сделать большие вариационные автокодировщики, которые будут этот самый стиль кодировать там какими-то латентными векторами. Вот. Вообще, то, что произведение искусства начинает восприниматься, ну, как бы, нераздельно с каким-то, там, какими-то качествами личности автора, с каким-то нарративом, который существует вокруг произведения, ну, не случайно многие, не знаю, там, современные художники сочиняют какие-то легенды, окруженные тайной или чем-то еще вокруг своей личности, какой-нибудь Бэнкси, который там где-то незаметно проникает, рисует там что-то еще. Ну, прекрасная история, конечно, вот. Многие из этих историй к действительности имеют слабое отношение. Вот. Ну, и как бы, как можно относиться к истории, к нарративу, который окружает произведения, которые созданы моделями машинного обучения. Ну, это тоже, видите, определенный нарратив. Это можно повернуть в обе стороны. Вот. Разве не классно, что благодаря усилиям ученых, специалистов, благодаря торжеству технологии, созданию огромных вычислительных машин, хитроумных архитектур нейронных сетей, значит, удалось создать, воспроизвести такую сложную функцию творческую, да, которую демонстрировали люди. Ну, точно-таки такое же возмущение. Некоторые люди испытывали, когда, я не знаю, там, машинам играли человека в шахматы впервые или что-нибудь вроде этого. Почему-то это воспринималось как какое-то поражение человеческого разума. Ну, ребят, так это не поражение, это величайшая победа человеческого разума, потому что люди, которые создали эти системы, которые смогли превзойти человека в тех или иных задачах, ну, ведь это же огромное достижение, это заслуга людей. Вот. Насчет какого-то обесценивания, ну, понимаете, в истории искусства это тоже уже не первый раз было. Когда появилась фотография, например, многие художники тоже устраивали манифестации и говорили, что нет, вот как это так, что для создания реалистичного изображения вы думаете, что достаточно нажать как бы одну кнопку и все? Ну, что мы имеем спустя, там, пару сетен лет после начала развития фотографий? Она существует как отдельное направление в искусстве. Ну, точно так же, как есть, не знаю, цифровое искусство, художники, которые рисуют там на экране планшетов при помощи цветового опера, кстати. Очень многие художники делают сегодня именно так. Существуют художники, которые предпочитают масло и кисть, предпочитают художники, которые, не знаю, там, жидкостями своего тела рисуют. Кто-то еще как-то, да, в древние люди окунали в охру пальцы, рисовали на стенах пещер изображение. Следует ли из этого, что настоящее искусство — это вот только охра и на стенах пещер, а все остальное это уже как бы испортили, начальная идея? Ну, я как бы сомневаюсь, что это так. Я думаю, что найдется место, безусловно, и промт-инжинирингу как искусству, да, значит, умение уговорить, что называется, нейросеть, нарисовать то, что будет действительно классным. Вот, поэтому я, честно говоря, не думаю, что здесь есть какое-то обесценивание. С другой стороны, какой эффект нельзя игнорировать, так это то, что, ну, вспомним появление, не знаю, там, ткацких станков. По конкретным людям, которые занимались тогда ткачеством, да, ткачеством таким ручным, которые осваивали полжизни профессию, это нанесло определенный экономический удар, да, то есть если вот ты какое-то мастерство долгое время оттачивал, а тут хопа, и оказалось, что это мастерство можно машиной заменить. Но потенциально это, конечно, проблема, и такие проблемы, там, технологической безработицы, их трудно игнорировать в том плане, что, ну, это вполне реальные проблемы. Если посмотреть глобально на то, что делают технологии с точки зрения безработицы, они, безусловно, создают новых рабочих мест обычно больше, чем ликвидируют, да, скажем, там, появление компьютеров не привело к безработице среди математиков, да. Ничего подобного не произошло. Ровным счетом наоборот оказалось, что вот эта новая технология, она открыла новые пространства для применения математики в нашем обществе, да, именно поэтому математиков, там, да, которых мы сегодня знаем, как программистов, да, программисты такой инженер-математик на самом деле, вот сегодня гораздо больше, чем было до появления цифровых машин. Вот, поэтому я думаю, что появление новых технологий в творчестве, оно глобально, конечно, будет увеличивать и количество, и качество создаваемого контента, и, возможно, будет увеличивать количество людей, занятых созданием контента, да, в силу того, что теперь появились такие технологии, которые в некоторых сферах позволяют создавать, там, контент быстрее, дешевле. Не знаю, ну, можно много тут приводить примеров, там, начиная от каких-нибудь, там, нейроквестов, да, которые, там, сочиняются в процессе прямо игры в них, да, что называется. Вот, поэтому для конкретных художников, если действительно эти художники занимались таким вот, ничего не умели, кроме того, что имеют современные тексты и имидж нейросети, то это, конечно, грустно для них, возможно. Если человек всю жизнь занимался каким-то, там, вторичным творчеством, какие-то коллажи сооружал, там, для рекламы, не знаю, там, вентиляторного завода, и теперь, хопа, эту рекламу можно сгенерировать по помощи нейросетки, ну, наверное, для него это не очень хорошо. Ну, а для художников, например, которые ищут новые формы, новые инструменты и пытаются действительно искусство продвинуть вперед, я думаю, что такого рода система — это скорее помощники, и многие художники сегодня наоборот, как бы. Чертуют здесь вдохновение. Да, учерпают здесь вдохновение и видят в этих технологиях своего такого мощного помощника и сотворца, да. И та же самая там фотография, та же самая цифровое искусство, они открыли новые горизонты для человеческого творчества, и я думаю, что сегодня мы наблюдаем то же самое. Мы видим, как куча людей придумывает остроумные запросы, перебирают там сотни тысяч изображений, изгенерённых сетками, да, и находят там настоящие жемчужины, вот, которые, ну, в прошлом пришлось бы искать гораздо дольше, и, как бы, вот, пожалуйста, мы получили много интересного творческого контента. Вот, не нужно смотреть на технологии как на замену человека, нужно, я думаю, смотреть на них как инструмент для открытия новых возможностей, новых горизонтов. Вот у меня вопрос, частично связанный с проектами, которыми я занимался раньше, вот, и они, мне кажется, очень хорошо могут перекликаться с будущим развития искусственного интеллекта. Вот, искусственный интеллект научился делать какие-то изображения, он научился сочинять музыку, вот, но может ли искусственный интеллект, ну, то есть, как, понятно, что через какое-то время сможет, на твой взгляд, когда это может случиться, что искусственный интеллект, например, сможет создавать, так скажем, ну, реалистичные какие-то, там, анимацию или фильмы, то есть, вот, именно закладывает туда какую-то сюжетную, сюжетный замысел, вот, потому что, вот, я, например, занимался созданием вот анимационных мультиков о науке, вот, и это, во-первых, невероятно дорогое удовольствие, то есть, современная анимация, это невероятно дорого, и это достаточно долго, ну, в принципе, на всех этапах трудозатратное такое дело, вот, и было бы, конечно, здорово, когда ты просто берешь, пишешь компьютеру то, что я бы хотел создать, вот, вот тебе примерный, так скажем, сценарий, а там ты дальше, типа, сам додумай и покажи, чего-то получилось, ну, то есть, можно ли будет снимать фильмы или делать мультики, вот, там, в стиле Аркейн, который генерируется, там, искусственным интеллектом, ну, там, за пару часов работы, ну, вот, смотри, мы находимся на такой стадии развития технологий, когда масштабирование имеющихся подходов, оно дает, ну, там, пропорциональный рост возможностей этих моделей, первые модели, которые генируют видео, пусть это пока короткие ролики, там, с небольшим разрешением, но они появились, и мы видим, что нету пока такого вот эффекта уменьшающейся отдачи от увеличения размеров нейросетей, от увеличения вычислительных мощностей, которые затрачиваются на их обучение, и здесь для нас, ну, наверное, ограничающим фактором, основным пока что являются именно не столько сами технологии, не столько сами архитектуры, которые мы придумали, сколько возможностей оборудования, которые мы пока можем задействовать для обучения таких. Ты имеешь в виду то, что для производства такого, условно, фильма потребуется просто очень большая мощность? Да, это будет очень дорого, безусловно. Обучение самой сетки, которое такие вещи может делать, пока находится за, там, границами разумных инвестиций, скажем так. Вот, потому что, если посмотреть на наши большие нейросетевые проекты, которые мы за последние несколько лет сделали, это, ну, сеть Руджи-5ти-3 вначале, потом Рудали-Малевич, Рудали-Кандинский, МДжи-5ти, ну, вот, как бы, Руджи-5ти-3 и Рудали-Кандинский это были самые большие нейросетевые проекты вычислительные в истории нашей страны. То есть, никто раньше никогда не обучал такие большие сетки, да, и только благодаря тому, что у Сбера есть суперкомпьютеры Кристофари, Кристофари-Нео, такие проекты возможны. Ну, в стране очень немного кто у нас может, там, такого рода масштаба проект осуществить. И в мире-то, на самом деле, не так много команд, который сегодня обладает достаточным количеством вычислительных ресурсов, ну, и, на самом деле, знаний тоже, вот, но я думаю, что здесь сейчас мы снова внезапно оказались, попали в такую вот эпоху, немножко похожую на ту, которая была на стадии рождения компьютерной техники, да, то есть, когда, там, на всю страну было, там, 20 компьютеров, условно говоря, электронных. То есть, в сфере-то уже необычный на суперкомпьютерах? Конечно, конечно, вот, мы снова оказались в реальных ситуациях, когда машинное время, оно стоит дороже, чем человеческое, вот, поэтому здесь вот нужно понимать, что это, наверное, сейчас такой самый мощно ограничивающий фактор, при этом сама по себе вычислительная техника развивается, и машина становится быстрее, появляются более современные аппаратные архитектуры, нас ждет прекрасная эпоха квантовых вычислений, безусловно, микроморфных машин, вот, поэтому развитие технологий достаточно поступательно, да, если посмотреть на рост вычислительных мощностей, которыми обладает человечество, они примерно удваиваются каждые два года, вот, поэтому, в целом, я думаю, что, если там смотреть на задачку из серии, там, генерации видео по сценарию, ну, сам сценарий, кстати, уже можно сгенерировать, да, здесь как раз генерация текста достаточно, далеко подвинулась, ну, я думаю, что это, ну, не знаю, может быть, лет 8-10. Но это все равно смогут делать там только, не знаю, там, студия Disney. Ну, конечно, первые такие проекты, они будут доступны только, там, лидерам в области исследований мыль, да, а потом постепенно это будет становиться уже доступным всем, да, и, ну, мы видим, что сегодня... Ну, то есть, чисто теоретически, это возможно, что там лет через 20, допустим, а человек, там, школьник, домашнее задание будет, принесите свою, не знаю, там, короткометражку в стилистике киберпанка. И, главное, голого дома не заделся. Ну, то есть, чисто теоретически возможностям, вот там, через обозримое какое-то там среднее прогнозируемое будущее, этого возможностям... Я не вижу никаких особых препятствий, поэтому... То есть, я упираюсь только в вычислительной мощности? Я думаю, что это сейчас самый сильный ограничащий фактор. Конечно, в определенный момент при росте размеров... Ну, опять же, да, тут не нужно все так, может быть, упрощать. Нужно обратить вот на этот момент внимание, что это не значит, что с реальной развития технологии машинного обучения, оно сводится только к увеличению, там, мощностей и к увеличению размеров сетей. Нет, конечно, совершенствуется и сами архитектура этих сетей. Если посмотреть на то, что сегодня могут сетки, типа, там, шиншилла, там, с 70 миллиардами параметров, или, там, какая-нибудь GPT, JT, который вообще, там, 6, по-моему, миллиардов параметров, они по большинству своих метрик обгоняют созданную несколько лет назад GPT-3, да, у которой 175 миллиардов параметров. То есть, совершенствуются сами архитектуры, совершенствуются методы обучения сетей. Вот, здесь прогресс тоже есть, вот, и он существенный, скажем так. Вот, но в целом мы пока... Я бы так сказал, важно понимать, что мы не видим пока никаких фундаментальных таких преград непреодолимых, да, мы видим, что, вот, постепенное совершенствование архитектуры, увеличение вычислительных мощностей, оно приводит, вот, там, к пропорциональному росту масштабов решаемых задач, вот, поэтому, ну, мы можем, вот, сейчас, там, какие-то такие прогнозы делать, типа, там, говорить про 8-10 лет, там, вот, поэтому... Ну, а с другой стороны, кто знает, да, то есть, может быть, мы в какой-то момент внезапно, так говорится, на нашем прекрасном пути возникнет какой-то, значит, подводный камень, который нужно будет тоже обходить и каким-то образом, вот, пытаться преодолеть те барьеры, которые нас ожидают, но в целом пока их не видно, и индустрия, и технология, и наука в этой области, они развиваются довольно быстро и поступательно. А, расскажи про, ну, ты сказал, что искусственный интеллект, ну, типа, не надо бояться искусственного интеллекта, что он превосходит наш человеческий разум, ну, вот, очень логично следует из этого вопрос, там, тот же самый Илон Маск заявляет про то, что вот, искусственный интеллект, одна из главных угроз для человечества, на, вот, как, на твой взгляд, представляет ли искусственный интеллект, ну, то есть, превратитель Леонов в Скайнет, который запустит боеголовки, взломав все компьютеры военные, вот, в принципе, ну, возможно ли такое, что искусственный интеллект, я не знаю, в каком-то процессе, посчитает, что для него человек представляет угрозу, раз может вынуть его из розетки. Я вот, Роман, но так много раз отвечал на этот вопрос, что вот даже хочется как-нибудь ответить по-другому, так вот, знаешь, вот прямо от души сказать, вот я, знаешь, давай так тебе отвечу, вот технологическая мощь наша растет, да, мы, там, сто лет назад мы бы не смогли планету уничтожить, и всю биосферу, да, там, 50 лет назад, чтобы это произошло, нужно было, чтобы свихнулись там все руководители, там, главных стран в мире, да, атомных сверхдержав, а сегодня технологии становятся еще более могущественными, и, там, представим себе какую-нибудь биолабораторию, которая делает какой-нибудь вирус, который, не знаю, убивает людей с определенным цветом кожи, вот, ну, сейчас мы такое не можем сделать, вот, может быть, сможем через 10 лет, вот, и потом еще оказывается, что таких лабораторий не одна, а столько же, сколько цветов кожи у людей, вот, понимаешь, в чем штука? А не опасно ли оставлять у людей в руках контроль за этими разрешительными технологиями? Ведь наш естественный интеллект, он не так быстро прогрессирует, как наши технологии. Вот, может, угроза в этом? Угроза не в том, чтобы, там, систему искусственного интеллекта передать контроль над датомными бомбами, да, может быть, угроза в том, чтобы у людей оставить этот контроль. А, если я не ошибаюсь, в какой-то стране уже применяют, так скажем, подход, где решение, так скажем, на утверждение, или, там, на рассмотрение, или, там, на консультацию дают искусственному интеллекту какого-то, я точно это не знаю, может, ты меня поправишь? Совершенно очевидно, что замена человека в целом ряде процессов, она приводит к тому, что процессы становятся более безопасными. Вот, но... В вашем взгляд, лучше оставить все ключевые процессы. Понимаешь, ну, конечно, это шутка, да, до некоторой степени. Просто разбирать вот эти вот алармистские сценарии, их можно и нужно, но это долгая история, да, то есть, там есть разные сценарии, которые, там, заявляются как возможные сценарии, связанные с высокими рисками. Ну, во-первых, риски, как бы, тоже глупо игнорируют. Нужно их, там, грамотно оценивать. Нужно разрабатывать инструменты для управления этими рисками. Просто, как бы, те сценарии, которые нам показывают в голливудовских фильмах, они, конечно, к реальным высокорисковым сценариям относятся очень слабо. И очень часто вот эти, безусловно, яркие образы телевизионные, они фокус, что ли, внимания общественного смещают в сторону тех проблем, которые реальны, да. То есть, вот проблема в чем? Для того, чтобы, там, сценарий терминатора реализовался, ну, нужно, чтобы, я не знаю, там, кто-то взял, там, какую-то плохо исследованную систему с недетерминированным поведением, да, и дал ей доступ на, там, средства уничтожения, которые, там, способны убить всех. Ну, тогда давайте такой рассмотрим сценарий. А почему бы нам не посудить рядом с красной кнопкой обезьяну, да? Она ведь может и нажать эту кнопку, да? Давайте уже сейчас, может, запретим обезьян. Обезьянная опасность представляет для человечества. Ну, они же могут нажать красную кнопку, если рядом с ней окажутся. То есть, проблема этого сценария, она в том, что, ну, он высосан из пальца. Вот. А есть реальные риски, связанные с развитием технологий, и эти риски как раз очень часто оказываются в тени, потому что это не так интересно. Ну, вот, например, я не знаю, а не так давно сотрудники почтовой службы Великобритании выиграли иск, который там растянулся на много лет, к почтовой службе, значит, там много людей было обвинено в недостачах. Да, значит, вот у вас, в ваших почтовых отделениях недостач. Причем некоторые люди попадали на весьма внушительные суммы, там, десятков до сотен тысяч фунтов стерлингов. Это для многих из них кончилось плохо. Кто-то попал в тюрьму, кто-то, чей-то брак был разрушен, и там было, к минимуму, одно самоубийство. Вот. Оказалось, по итогу, что программное изучение содержало дефект. Да, что на самом деле этих недостач не было, и это были все ошибочно рассчитаны недостачи. Но компания утверждала, что, ну, эта же машина, она же не может ошибаться, да, то есть она все считается механической точностью, да, как говорил Бэббидж. Вот. И в суде, ну, как бы это прокатывало до поры до времени, да, когда люди отправлялись за решетку. Вот спустя там много лет усилием там огромного количества людей, специалистов и так далее удалось доказать, что как бы действительно программное обеспечение содержало дефект. Но проблема-то в чем была, что, ну, вот сегодня куча моделей машинного обучения принимают решения в отношении людей, которые сопоставимы с вердиктом суда по степени влияния на вашу жизнь, да. Вы идете в банк за кредитом, ну, от которого, возможно, для вас зависит, там, не знаю, семейное благополучие или что-то еще посерьезнее. Вот. И решение по поводу того выдать, не выдать вам кредит принимает какая-то модель, да, которая берет в расчет какие-то знания о вас, которые есть у компании, да, и на основе этого рассчитывает, значит, что будет вероятность возврата этого кредита и так далее. А что, если эта модель содержит дефект? Вот. Вот в суде, если вам предъявляют обвинение, то у вас есть право на состязательный судебный процесс, на квалифицированную юридическую помощь, на доступ ко всем доказательствам, которые собраны против вас, да, и много чего еще. Во взаимоотношении с корпоративной моделью машинного обучения у вас нету ровно никаких прав, потому что эта модель является собственностью, там, частной компании, она скрыта от вас коммерческой тайной, вы не имеете, по сути дела, права даже посмотреть, какие данные о вас были. Да, то есть это тайный суд натуральный, да, то есть и не случайно вот эту проблему называют проблемой цифрового тайного суда. Вот. И на самом деле таких моделей уже сейчас много, их становится все больше. Вы приходите устраиваться на работу на массовую специальность, ваше резюме оценивает какой-то алгоритм. Вы идете за кредитом, вы, я не знаю, там, кредитоматом пользуетесь, или там идете на регистрацию в аэропорту современном, да, и система распознавания лиц сверяет ваше лицо, значит, с теми данными, которые содержатся в информационной системе. А там внезапно оказывается, что тоже есть байесы, что цвета вашей кожи, вероятность ошибки этой системы, например, зависит серьезно. Вот. Поэтому, как бы, вот эта проблема есть, да, эта проблема есть, и ей уделяется недостаточно внимания, на мой взгляд. Ну, потому что терминатор — это классная, классная картинка. Там Голливуд нам показал, все теперь вспоминают этого терминатора. Терминатор, как бы, это все достаточно такой выдуманный кейс, и для его реализации очень-очень много должно, как говорится, условностей. И если отойти от апокалиптичных сценариев, вот именно связанных с глобальными потрясениями всего человечества, вот тоже... Вот есть те же самые голосовые помощники. Вот ты говоришь, они реагируют на конкретное слово, на жест, то есть они записывают, по сути, ну, не записывают, а слушают, что говорит человек или люди. Она, так скажем, записывает на видео, что говорят люди или делают. И не представляют ли вот для, так скажем, индивидуума, там, безопасности лич, там, ну, вот этих личных, я не знаю, личной информации, в общем, человека, вот такие голосовые помощники, потому что, ну, если люди затыкают, даже сейчас производители стали делать на ноутбуках камеры, которые можно вот прямо жестко, так скажем, перекрыть, чтобы она ничего не снимала. Вот, правда, про микрофон почему-то никто не думает. Но, тем не менее, нет ли каких-то рисков, связанных вот именно с вот этим перенасыщением или просто насыщением общества вот такими устройствами, которые, по сути, всегда видят, слушают, и чьи данные чисто теоретически могут попасть или быть использованы не в твою пользу. Ну, проблема многогранная, вот, ну, во-первых, конечно, здесь, ну, понятно, что видеокамера в каждом стакане, но, там, трансляцию видеопотока с вашего умного устройства, ну, там, любой специалист нашел бы быстро, да, и дальше надо, там, любого производителя умных устройств так бы прополоскали в прессе, что мама не горюй, да. Вот, поэтому, конечно, современные умные устройства не слушают вас постоянно, не передают куда-то, там, видеопоток, это было бы просто дорого очень. Вот, проблема больше в этом. Но проблема, естественно, есть, и из-за технологии наша личная жизнь, в том числе, она становится, конечно, более прозрачной, и возникает такое пространство для абьюза, да, для неправильного использования этих данных, да, как какой-нибудь, я не знаю, там, сотрудник компании, которая делает сайт знакомства, может читать, не знаю, переписку, там, людей, каких-нибудь девушек, там, да, с другими людьми, использовать это в своих интересах. Вряд ли нам хотелось бы такого. Или какой-нибудь коррумпированный сотрудник спецслужб, который за, там, небольшую денежку сливает, там, каким-нибудь нехорошим людям ту информацию, которая есть у специальных служб. В основном, я бы сказал, что люди боятся не того, что, там, кровавая гобня будет их слушать, а гораздо более неприятнее, когда какой-нибудь, там, тот самый, сталкер, да, к этой информации получит доступ и будет реально, ну, как бы, использовать ее против вас, да, это все. Вот. В целом, проблема, на самом деле, довольно старая. Ну, скажем, появление фотографий все время, появление первых, там, удостоверений личности с фотографиями, да, ведь тоже, например, сильно сузим, вот, возможность приватности. А вот, сегодня люди сами, ну, как бы, хотят использовать технологии, которые снижают уровень их приватности. Там, люди ведут блоги, где по собственной воле сообщают людям подробности своей жизни, да. Да, что поели, где поели, во сколько поели. Да, ставят лайки под разными материалами. А вы знаете, вообще, вот, по набору лайков, которые вы расставляете разным материалом, чего только о вас нельзя вычислить, да, там, начиная от сексуальной ориентации и заканчивая, там, вашими политическими взглядами. Вот. И потенциально, конечно, здесь пространства для абьюз довольно много. Вот. И проблема эта, я бы не сказал, что она технологическая, потому что любая технология, она, в общем-то, нейтральна. Она может быть использована как во благо, так и во вред. Вы можете при помощи молотка там, забивать гвозди и строить дома, а можете проламывать чьи-то головы. И то, как вы в обществе используете молоток, зависит от общества, да, зависит от общественных порядков, от того, как, там, гражданское общество надзирает над деятельностью органов власти и бизнеса и так далее. Поэтому это все проблемы абсолютно реальные, на мой взгляд. И, ну, как бы, какой здесь ответ, но это более тщательный контроль за использованием этих технологий, больше прозрачности в их использовании со стороны общества и так далее. И здесь, конечно, такая наша гражданская ответственность заключается в том, чтобы что-то выступать за больше прозрачность в применении таких технологий. Вот. Ну, к счастью, вообще сам по себе технологический мир, он достаточно прозрачен в том плане, что, ну, вы же понимаете, что те же там современные умные устройства, их разрабатывают такие же люди, которые живут в нашем с вами обществе, да. А у нас в Сбердевайсах работает сейчас больше двух с половиной тысяч человек, да. и если бы там существовал бы какой-то абьюз персональных данных и какие-то такие вещи, с учетом в целом такой достаточно, я бы сказал, франдерской оппозиционной настроенности людей из, так сказать, интеллигентских кругов, поверьте мне, что такая история бы очень быстро просочилась снаружи, и стало бы про это известно, обязательно нашелся бы виселбловер такой, да, который бы про такие вещи сообщил общество, если бы проблема действительно такой характер бы имела. Поэтому я думаю, что, ну, вот в целом такие вещи, они в какой-то мере нас успокаивают, да, то есть все-таки технологии сегодня, их развитие и применение, хотя и сосредоточено часто в крупных корпорациях, но демократический элемент здесь тоже присутствует, да, то есть над этим работает много людей, которые, ну, такие же люди, как мы все. Вот, поэтому это, может быть, кого-то успокоит, вот, но с другой стороны, конечно, нужно этой проблеме внимания уделять, и я здесь разделяю часть беспокойности такими потенциально вредными применениями технологий, вот, но именно поэтому эпоха такого стремительного технического прогресса, она парадоксальным образом предъявляет повышенные требования именно к нашим человеческим качествам, потому что чем больше могут технологии, тем больше нужно от нас соответственности, разума, гуманизма в их применении. Скажи, вот, про риски и страхи мы поговорили, а что тебя, я не знаю, там, может, если не вдохновляет, то, по крайней мере, что вызывает с тем максимальный интерес вот именно в данный момент с точки зрения развития этой технологии, что, на твой взгляд, было бы там, ближайшим крутым каким-то прорывом, или вот, то есть, куда ты стремишься, занимаясь данными технологиями? Ну, ты знаешь, я вот буквально недалее, как позавчера, как раз выступал с таким докладом небольшим на юбилее комьюнити с Берей Ай, и, ну, там, какая-то часть его достаточно существенная, она была вот, ну, в том числе про какие-то направления, которые меня очень интересуют, но это все-таки такие часто достаточно узкотехнические, скажем, вопросы, да, связанные с конкретными архитектурами нейронных сетей, с конкретными подходами и так далее, вот, но в целом, наверное, из таких вот более понятных всем направлении развития больших нейронных сетей сейчас это создание таких, то, что называется М3 фундаментальных моделей, то есть это нейросети, которые одновременно мультимодальны, то есть они могут работать одновременно и с текстом, и со звуком, и с картинками, там, не знаю, с последовательностями оснований молекулы ДНК и так далее. Одновременно они при этом многозадачны, то есть могут решать не какую-то одну задачу, а еще на этапе предобучения учатся решать очень разные задачи над вот этими доменами, ну, и мультиязычные, да, естественно, значит, вот это вот то, что называется М3 фундаментальными моделями. и сейчас такая важная задача, которая стоит перед исследователями, это, ну, добиться наиболее эффективного переноса знаний между задачами, между модальностями, точно так же, как люди, например, растут, учатся, решают какие-то, там, задачи в окружающем мире, в школе, в институте, в своей повседневной жизни, и взаимодействие с своей средой, они формируют свои вот внутренние такие психические модели представлений, да, об окружающей действительности, и потом, при решении каких-то прикладных задач новых, они могут опираться на вот эти выученные представления, да, на свой вот этот опыт, и опыт, который касается там, одних задач, он оказывается полезен в других задачах, да, то есть мы учились, казалось бы, одному, да, там некоторые люди в школе или в институте возмущаются, как так, мы решаем там какие-то задачи, которые нам там в будущем решать будет не нужно, а нет, оказывается, что опыт, приобретенный при решении этих задач, он потом оказывается полезным в совершенно других каких-то направлениях, очевидно, что там ни школы, ни институт, особенно при нынешних темпах технологического развития, не могут предугадать, какие задачи станут перед вами через 10, 15, 20 лет на взрослой жизни, вот, поэтому на вас высыпают разнообразные задачи, самые разные степени в сратости, вы их решаете, и благодаря этому формируется ваш такой универсальный интеллект, и вот сегодня подход к обучению передовых фундаментальных моделей, он вот примерно такой, то есть давайте вывалим на сетку много разных задач над разными доменами, сочетающих между собой разной модальности, и потом эта сетка сможет хорошо решать какие-то задачи, которые она не решала во время обучения, вот, поэтому вот это, наверное, самый такой волнующий фронтир исследований. Наверное, последние два вопроса, вот, мы говорим искусственный интеллект, искусственный интеллект, искусственный интеллект, но, по сути, ну, именно как бы в теологии мы имеем в виду вот как раз вот эти компьютерные модели, или, ну, как правильно произнести, назвать, которые занимаются конкретным каким-то делом, то есть сейчас ты сказал про мультимодальные, то есть, которые могут с разными вещами иметь дело, вот, но очень многие, когда произносятся именно искусственный интеллект, они воспринимают это как то, что это интеллект, сравнимый с человечным, вот, по его гибкости, по его, ну, я не знаю, там, обучаемости и всему такому, то есть, условная личность, но создана искусственно. Вот, на твой взгляд, в принципе, возможно ли появление подобного такой искусственной личности, и, если возможно, то в каком он горизонте? Ну, здесь просто путаница постоянно в понятиях происходит, люди просто используют термин, там, значение которого особо не знают, а то свое как-то интуитивно. Вообще, искусственный интеллект это направление в науке и технологиях, посвященное автоматизации решения интеллектуальных задач. А интеллектуальные задачи это самые разные задачи, которые мы решаем при помощи своего человеческого интеллекта. То есть, если вот есть какая-то задача для решения, которой вам потребен интеллект, это интеллектуальная задача. А если вы создаете систему, которая вот человека подменяет решение такой задачи, это и есть задача искусственного интеллекта. Вот. И в этом смысле, ну, даже там микрокалькулятор это тоже такая примитивная система искусственного интеллекта. Вот. Другое дело, что понятно, что когда мы говорим об исследованиях области искусственного интеллекта, то нас интересует в первую очередь фронтир этой науки, да. То есть, ребенок, который выучил таблицу умножения, он, конечно, занимается математикой, да, но никто из нас не скажет, что он математик, да, вот этого. Поэтому, когда мы говорим в бытовой речи про искусственный интеллект, то обычно мы понимаем те технологии, которые сегодня используются для решения сложных интеллектуальных задач, то есть, которые были либо недавно решены на приемлемом уровне, либо не решены еще. Вот. Ну, это как бы, что касается термина, что касается искусственной личности и универсальности. Ну, вот, вообще универсальность это очень важный такой критерий, который позволяет все системы искусственного интеллекта разделить на две группы. Первая, так сказать, наиболее многочисленная, это так называемая система прикладного или слабого искусственного интеллекта. Обычно это модели, которые обучаются для решения какой-то одной интеллектуальной задачи. то есть, скажем, шахматная программа, она может только играть в шахматы. Она не может распознавать котиков на картинках, она не может, она даже не может играть в шахматы на доске 9х9, она училась решать одну узкоспециальную задачу. Благодаря вот этой фантастической специализации она эту задачу может решать лучше, чем ее решают люди. Хотя, по сути, грубая сила в данном случае на стороне человека, потому что человеческий мозг это чрезвычайно мощный электрохимический компьютер, который каждое мгновение производит огромное количество условных вычислений. гораздо больше, могут делать современные электронные схемы. Поэтому это вся история искусственного интеллекта до второй половины десятых годов, я бы так сказал. Это, конечно, история про больших семь шапок из овцы, как вы играете, как, пользуясь такими примитивными устройствами, которые есть в нашем распоряжении, научиться решать какие-то отдельные интеллектуальные задачи лучше, чем это делает человек. В живой природе есть какие-то организмы, которые некоторые задачи тоже решают лучше нас, хотя у них довольно маленькая примитивная нервная система. Там, конечно, пчела, оптимальный маршрут внутри улья найдет гораздо лучше, чем это сделаете вы, и быстрее. Но при этом ее нервная система ничтожно мала по сравнению с нервной системой человека. Ну и вот в этом смысле в ходе революции глубокого обучения до середины десятых годов практически все системы искусственного интеллекта, которые мы создавали, это были вот такие узкоспециализированные животные, что ли, да, то есть вот один рефлекс, одна задача, огромное количество данных, которые нужны для обучения, которые не всегда есть, которые дорого размечать и так далее, и так далее. Вот, ну а в какой-то мере вот со второй половины десятых годов происходит постепенно такой сдвиг парадигмы в сторону более универсализированных систем, и то те же самые там GPT-3 или там какая-нибудь чат-GPT это вот примеры отхода вот такой вот узкой специализации моделей, потому что, ну скажем, если вы научили модель продолжать текст любой, да, если она это делает достаточно, условно говоря, разумно, это значит, что потенциально она может решать любую интеллектуальную задачу, потому что любую интеллектуальную задачу можно превратить в задачу продолжения какого-то текста, ну то есть, вот представим себе текст такой, там, стол-тэйбл, яблоко-тэйбл, и как бы, если модель сможет разумно продолжить этот текст, значит, она может решать задачи перевода, да, мы можем описать текстом позицию на шахматной доске, да, сказать, там, белые двоеточия, там, король Е1, там, пешка Е2 и так далее, а потом в конце этого описания позиции написать там, типа, сильнейший ход белых в этой позиции, двоеточия, если модель сможет хорошо этот текст продолжить, да, то она сможет играть в шахматы, и действительно оказывается, что такие трансформерные модели кое-как, но они умеют играть в шахматы, да, то есть, это как бы не совсем безнадежно, да, как может быть. То есть, это не то, под что их учили, но в целом они могут. Да, то есть, на самом деле, они учились просто вот на гигантском объеме текстов из интернета, да, вот где-то что-то встретилось похоже, да, и опа. Этот подход, он называется самообучение, self-supervised learning, когда мы используем для обучения сеток не размеченные заранее данные, а мы как бы вот эту разметку получаем, пользуясь структурой данных. Да, то нужно же проверять, поставить, чтобы не было вот этих ошибок каких-то за крайнюю. Ну, на самом деле, особо-то и не надо, потому что надо просто побольше взять текстов. Вот. Поэтому, в целом, вот эта парадигма, когда мы вначале предобучаем модели на там огромном количестве данных, вот, и потом для решения каких-то уже прикладных задач мы можем ее как есть использовать, а можем ее немножко еще доучить на специфических для нашей задачи данных. Вот. Ну, это вот та парадигма, которая утверждается сейчас, и в этом смысле это движение в сторону универсального интеллекта. Если говорить о прогрессе на этом пути, то вот в этом году вышла очень важная работа, она, собственно, презентовала такой набор тестов, который называется Big Bench. Это такой набор всяких разных текстов с вопросами еще для моделей языковых, которые позволяют оценить их интеллектуальные возможности. А это что-то измерить? Тест Тьюринга только покруче? Тест Тьюринга он как бы интерактивный, то есть у вас Сузья на лету придумывает вопросы. А это вот это и называется такой Beyond the Imitation Game, как значится в заголовке этой статьи. Кстати говоря, у нее там больше трех сотен авторов и сотня научных коллективов подготовил, чтобы вы понимали масштаб всей этой работы. И вот Big Bench сегодня он позволяет так вот без участия человека в лоб померить, что могут те или иные большие языковые модели. Начиная с GPT-3, PALM, Lambda, ChatGPT и так далее. В целом пока этим моделям еще далеко до возможности человека. Но прогресс явно виден. То есть мы даже можем проэкстраполировать и сказать что у нас да. Если темпы роста возможностей этих моделей будут сохраняться такими же то наверное лет через 10-12 у нас будут модели которые будут превосходить 95% людей на такого рода тестов. И в целом движение в сторону такого что называется Artificial General Intelligence продолжается. Кроме дальнейшего развития больших трансформерных моделей есть альтернативные направления развития искусственного интеллекта и машинного обучения есть такие более биологически ориентированные модели на основе данных коннектомики которые сейчас строятся. Ну обладающего ищу всяких разных альтернативных путей. пока мейнстрим это большие трансформерные модели. Поэтому конечно мы туда движемся. и последний аспект насчет искусственной личности каких-то наличия разума таких моделей. Я не вижу причин почему мы бы в определенный момент не смогли создавать модели которые обладают разумом сознанием и так далее. Но пока мы это надо делать специально во-первых скорее всего случайно так как побочный эффект решения других задач делать этого не получится потому что все-таки человеческий разум это такой продукт социума продукт социальности продукт взаимодействия интеллектуальных агентов друг с другом то есть у нас возникает модель другого психическая модель другого и потом она оказывается замкнута на себя возникает отношение к себе как к другому а вот что собственно является такой вот явным проявлением наличия сознания агента интеллектуального чтобы такая штука была нужны соответствующие режимы обучения то есть видимо нужно модели может быть это даже большие трансформерные модели но их нужно учить при помощи обучения с подкреплением учить мультиагентных средах для этого учить долго упорно как там человека мы каждого учим несколько лет прежде чем у нас мы начинаем себя там осознавать полноценно проходит от рождения человека не так уж и мало времени вот поэтому конечно в будущем такие модели возникнут но пока рано говорить о каких-то серьезных успехах в этом направлении а последний вопрос расскажи коротко о чем будет твоя лекция сегодня ну я сегодня буду рассказывать про творческие способности современных нейронных сетей немножко истории этого направления о том что привело вообще к тому что мы так всерьез задумались над машинным творчеством вот ну покажу много каких-то примеров вот поотвечаю на вопросы о мониторе я думаю ну в общем вот да в основном про это спасибо что сегодня пришел было очень здорово наш подкаст и лекцию можно будет посмотреть на нашем ютуб канале и в группе вконтакте